В православной Руси ежегодно в конце лета отмечал судьи святых Флора и Лавра, покровители лошадей. По народной традиции в этот день лошадям давал полный господь, их кормили в полную усы и садились на лошадей вверхом, а в их честь совершались церковные обряды и устраивались гуляния. Лошадей украшали цветами, закликали яркими лентами хвосты и грибы, хозяйки пекли печенье в форме лошадки или подковки и угощали всех желания. Отдавая нашу дедаль свое уважение в благодарность за ее подшественную футу, верность, преданность и служение людям, современные коневладельцы, спортсмены-конники и все, кто любит лошадей, по традиции отмечают этот праздник и по сей день. По многолетней традиции этот праздник мы проводим совместно с ансамблем народной музыки. Копчег под руководством Елены Карпухиной. ПЕСНЯ 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 года рождения. Она является породой. Лошадью ее породы называется Тротенинская. Одна из основных спортивных лошадей, одна из основных спортивных пород во всем конном мире. Обознать серой масти, и особенность серой масти, что когда лошади рождаются, их первое время, они достаточно темно-серые, у них много яблок. Но чем старше лошадь становится, тем меньше становится яблочек, и тем она становится белее. Но тем не менее никто не называет лошадь белой, а все-таки называют серой. Обоза участвовала в очень многих соревнованиях и на нашей Иркутской земле, и даже за ее пределами. И занималась такой сложной и самой опасной дисциплиной, как конная троеборья. В 2016 году она была победителем всероссийских соревнований. Спасибо, Абонир. А мы приглашаем на этот круг лошадь по кличке Стажер. Стажер это мерин советской тяжеловозной породы 2014 года рождения. Его мазь называется золовая, иногда ее называют светло-рыжей. Стажер у нас появился не так давно, буквально два года, но он очень уравновешенного характера, и мы его также используем как для занятий, для обучения начального, так и для занятий ипотерапии. Вы видите, какие мощные, да, у него крепкие ноги, формы, спины, он достаточно приземистого роста, но это дает ему возможность быть очень выносливым, крепким и сильным. Спасибо Стажеру. А мы приглашаем на круг лошадь по кличке Консорс. Консорс это частная лошадь, у него есть владелица, владелица его Наталья Филитович. Консорс компрепил тоже не так давно, с Москвы. А вообще, консорс латвийский мерин, гнидой пород, гнидой в мастер 2011 года. Консорс, вы уже видите, насколько легкие его аллюры, какой у него рост, как он двигается эластично, и, конечно же, все эти данные имеют большую роль для соревнований. И это лошадь занимается конкуром. Консорс преодолевает борьеры и уже неоднократно стал призером и победителем наших соревнований. Напомню, что приехал он буквально год назад с Москвы, где был участником и международных соревнований тоже. Спасибо Консорсу. А на круг мы приглашаем очень важную лошадь для нашего центра во многих отношениях. Это Орловский мерин фебас. Эта порода создана у нас в России графом Орловым, очень известным. Эта порода ценится вохту. Но на самом деле эта порода совершенно не предназначена для спортивных результатов. Но тем не менее, когда фебаса нам подарили в далеком 2011 году, совершенно случайно он был в работу от нашему основному выездовому всаднику и фебаса в протяжении уже многих лет является лучшей лошадью в Сибири по такой дисциплине, как выездка. Посмотрите, какие у него тоже эластичные движения, насколько он прекрасен с собой. Чаще всего на самом деле орловские лошади обладают серой мастью в яблоках, реже вороной и совсем редко рыжие гниты. Но основная масть у этих лошадей это серые масти. Спасибо Фебасу. А мы приглашаем следующую лошадь на круг. Это Будённов Семерин по кличке Кадастыр. Кадастыр тоже частая лошадь. Его владельцы как раз сейчас выводят его на круг Дарья Соколовская. Про эту породу, конечно же, хотелось бы сказать тоже немножечко больше. Потому что эта порода была создана также в России. И эту породу создавали для того, чтобы на этих лошадях можно было и поле пахать, и на войну идти. И у этой породы есть такая особенность. Это лошадь одного хозяина, которая всегда готова спасти своего всадника с поля боя и привезти домой. И очень часто будённовские лошади обладают вот такими яркими рыжими мастями. И обязательно они горят или огнём, или золотом. Вы видите, как переливается его шерсть. Это особенность конкретно этой породы. Ну а Кадастыр сейчас также занимается в такой штатине, как выездка. И успешно показывает свои результаты на наших иркутских соревнованиях. Спасибо Кадастуру. Виталий. А мы на этот день приглашаем лошадь по кличке Кашемир Джи. Это только частная лошадка. Её владелица как раз сейчас выводит лошадку Алиса Гениев. Эта лошадь появилась у нас совсем не так давно. Буквально в феврале месяце мы её привезли. Он проделал очень долгий путь из Калининграда. Кашемир 2011 года. Голландская теплокровная. И я вам хочу сказать, что Кашемир рождён был прямо в Нидерландах. И эта лошадь рождена была там, и только потом попала в Россию. И не так давно стала с новым учителем для спортсменки-юноши. И уже в этом сезоне она успешно наступает на наших соревнованиях. Я думаю, что это не предел. Посмотрите тоже, опять же, какие мощные с одной стороны юношки, но с другой стороны, насколько он легко двигается. в отличие от тяжеловодных породов. Спасибо, Кашмиру. А мы с вами приглашаем этот рождь. Очень утончённую лошадку. Вы сейчас все сразу же заметите это. Это лошадь по кличке Аюнчи. Аюнчи 2002 года рождения. Она уже в таком достаточно преклонном возрасте. И вот потому, что она такая стройненькая и худенькая, это совсем не потому, что её плохо формят. Аюнчи представительница одной из самых древнейших пород. Она ахалтекинская лошадь. И этой породе больше 50 лет. И, конечно же, выращивались они в условиях жёстких пустыней, припеских струкнений из стран Восточной Азии. И, конечно же, они не могли обладать лошадь жировой прослойкой. И как раз фраза лошадь этого хозяина произошла именно от этой породы. Есть такая легенда, что, чтобы приучить лошадь своему хозяину, жеребёнку очень рано отпущали от матери, садили в яму, и сразу что проходил мимо, кидал в него камеру, и только хозяин проходил, ласкал его и камеру. Таким образом, эволюцией, за много-много путешествий вырабатывалось, что эта лошадь из своего хозяина никогда не поднимет поле боя. Спасибо, Аюте! А мы приглашаем сюда лошадь по кличке Маркиз. Маркиз, тоже частая лошадь его владелица, Илья Ленисова, как раз и сейчас выводит к нам его на портовый круг. Маркиз, 26-го года рождения, и он представитель породы французский перчон. Он заметно похож на стадора, своими, да, крупными габаритами, пиземистом роста, но это пизловозная порода из Франции. Посмотрите, какая у Маркиза прекрасная грива. Я вас уверяю, хозяйка каждый день вынуждена заплетать эту гриву, чтобы она могла сохраниться в таком виде. И, по-моему, один раз в год она позволяет себе расплести ее и показать эту красоту вам. Маркиз случайно попал к нам и был куплен в цирке. И совсем случайно оказалось, что он обладает чудесным характером. И теперь он является лошадью для паралимпийского издания, для спортсменов адаптивного конного спорта. И его основной спортсмен был уже не раз призером наших местных соревнований и даже соревнований Сибирского федерального облака. Спасибо Маркизу. А к нам на круг выходит милая мечта. Это шетландский пони. Владелец этой пони, наш самый лучший ветеринарный врач и ипотерапевт Татьяна Владимировна Купецкая. Мечта с 2007 года рождения Вороной Масси. Посмотрите, как она заметно отличается от наших больших лошадок. Но при этом, несмотря на то, что пони не самые приятные по характеру, и вообще говорят, что у них коп есть на полевода. Тем не менее, мечта обладает изумительным характером. Ее любят многие дети в нашем центре. И она всегда готова всех проходить, готова всегда для угощений, ну и, конечно же, очень приятно глазу. Спасибо мечте! А мы приглашаем на этот круг самую старшую лошадь в нашем фондом центре. Кобыла по кличке Таврия. Таврия, 1996 года рождения. Таврия была с нами с самого начала. И я вам скажу, что сейчас, конечно же, возраст уже сказывается, и она не такая активная. Но раньше, когда ей было 3-4 года, и она их не подбежала нам, она участвовала в скачках на Иркутском ипподроме. И она выходила наравне с английскими чистокровными лошадьми с кокунами. И она так бегала по всему стартовому полю, что все боялись, что она всех выиграет. И когда давали старт, она неслась бешеным голопом. И на старте делала всех английских чистокровных скачков. Но, конечно же, потом порода брала свое. И финишировала она всегда последней. Но каждый раз она была уверена, что она победит. Ну а сейчас Таврия у нас уже работает с начинающими всадниками. Но долгое время была одной из основных спортивных лошадей для наших начинающих спортсменов. Ну и, конечно же, сейчас у нее пенсия и совсем немножечко работы. Но мы ее очень ценим и любим. И я напоминаю Таврия 1996 года рождения. Таврия 27 лет. Таврия 6 лет. О,哎. О, найди. Плесеный фигурок. По 14 галактикам. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok